харуки мураками зажигаема мне кажется что писателей в общем и целом можно характеризовать как людей которые уделяют слишком много внимания довольно таки странным и бесполезным вещам и событиям иногда зациклишься на чем-нибудь и по неволе ходишь и думаешь ну почему почему снова фигня то такая например в 1970 году феминистки ратующая за полнейшее освобождение женщины провели ряд акций в том числе и по сожжению бюстгальтеров дело давние хотя вы об этом возможно тоже слышали в тот день активистки собрались на площади развели костер и принялись радостно швырять в него бюстгальтеры в этом выражалась их позиция гласившая социально ограничивать женщину с помощью подобного рода приспособлений позор все это было снято журналистами и быстренько растиражировано в сми будучи мужчиной я плохо себе представляю насколько с физиологической точки зрения может ограничивать человека бюстгальтер но если ваша позиция того от вас требует то всажение бюстгальтера как мне кажется нет ничего страшного так что с моей стороны никаких претензий меня волнует другое а именно были ли эти бюстгальтеры новыми или феминистки уже успели ими в той или иной мере попользоваться не могу сказать чтобы мысль об этом мне не давала уснуть по ночам но знак вопроса тусклой тени упорно маячит у меня за спиной ведь такие подробности в газетах не описываются а таком газетах вообще почему-то не пишут и узнать что там было на самом деле нет никакой возможности но сдается мне что эти бюстгальтеры все ж таки успели побывать употреблением но новое-то сжигать жалко да и честно говоря я как-то не могу себе представить женщину которая бы согласилась на такое бессмысленное расточительство с другой стороны если я прав то остается только посочувствовать несчастному бюстгальтеру жил он себе не тужил изо всех сил ну как ему и полагается выполнял весьма достойно я думаю свои бюстгальтерские обязанности и вдруг в один прекрасный день беднягу вытаскивают из шкафа обращаются с ним как законченным негодяем полностью отрицают самый смысл его существования и в довершении всего на глазах народа бросают в полыхающий костер возмутительно и хотя между нами и разумеется нет никакого родства но как-то само собой я начинаю сострадать ему как родному есть кое-что еще чего и никак не пойму почему спрашивается активистки сожгли только бюстгальтеры а вот корсеты к примеру не сожгли если исходить из того что бюстгальтер ограничивает женщину то уж корсет ограничивает ее никак не меньше а может даже и больше или я не прав но нет корсеты никто не сжигает как впрочем и туфли на каблуках и тушь для ресниц пострадали только бюстгальтеры быть может бюстгальтер являясь олицетворением некого исторического перекоса подобно доктору живага должен следовать темными коридорами своей нелегкой судьбы терпеливо снося все те немыслимые несчастья которые выпадают на его долю бедняга вот чего бы мне точно не хотелось так это стать такого рода олицетворением уж поверьте да я конечно понимаю что сгоревшие 30 лет назад бюстгальтеры вряд ли заслуживают столь пристального внимания но то и дело не вспоминаю и задумываюсь наверное это от того что у меня много свободного времени и